Внимательно слушать, кто будет работать. Без молитвы ничего не делать. Господи благослови. Каждый, который только появляется, сразу перекрестится. И говорите, слава Иисусу Христу. Запоминайте, как говорить. Это опыт. Хочется никак по члену тур нельзя. Примерно пять или шесть методов. Теперь говорю, тот, который самый плодовитый. Только мелькнуло что-то, ты видишь, нормально. Если курит, значит, вы хотите что-то узнать. Духовная душа, о ее спасении, о вечности и будущей судьбе мира. Положите папиросу. С курящим не разговаривать. Он не может. Сразу отключай, переходи на другое. Все хлюпают и пьют. Можно сделать замещание, но уже не настаивать. Он не может. Он заливает этот блудный огонь. Без этого он не может уже дышать. Начинаешь говорить. Ну, сразу ему, человека, узнать не каждому дано. Надо молиться, чтобы Господь показал. Желает он слушать или не желает. У меня встретилось уже в общей сложности, может, около десятка. Тех, которые на нашем ютубе подписаны. Другие в моем мире еще где-то. Но это уже кому как. Значит, хорошо, все запомните. Запишите и запомните. Три слова никогда не произносите. Три слова. Табу. Как у дикарей. Аллах. Я прошу записать. Аллах. Мухаммад. Это Мугамед. И Коран. Даже если я его держу в руках, я не произношу это. Запомните. Не произносить. А как? Найди замену. Как только появился человек, не забывайте включать. У кого? Как чтобы у вас запись-то осталась? Вот у меня стоит видеоаппарат. И я забываю очень часто его. Уже минуты полторы-две пройдет, я только вспоминаю. Я очень увлечен. И поэтому надо, чтобы рядом был кто-то. Другой раз Володя из кухни подбежит, успеет включить. В руках желательно иметь, достать большую Библию. Я сразу говорю вот так вот. Так. Мы пришли сюда ему. А вы зачем, старик здесь? Хаттабыч там и еще что-то. Вы на Толстого похожи. Мы там, на Солженицына. Мимо. Но я ему на шутку отвечаю, шутка. Ну, борода, что может сказать? Я говорю, а что может сказать бритый? Вот мы сейчас и проверим. Ну, еще можно сказать. А что борода? Маленько сказать о бороде. Так Бог усыновил. Не подговаривайтесь к ним никак. Сразу поднимаю вот так книгу. И показываю. Вы такую книгу имеете дома? Один скажет, имею. То есть врет. И вот так боком повернуть. Видите, какой заголок видно? У бабушки за стенкой, а бабушка умерла. Что это такое отгородят? На 250 человек ни один не показал. Но это не важно. Я сразу начинаю говорить. Если такой книги нету, вы можете ее достать. Это главная книга мира. Мира. В которой человек увидит самого себя, для чего он живет. А для чего вы здесь? Вам все не хватает. Ну, вроде старые, а блудные-то еще гуляют мысли. Это пришел сюда на нашу голую бабу смотреть. Ты спокойно нигде не обижаться. К юмору можно добавить юмор. Это очень сильно помогает. Припомню, Златоуст, для чего красится, если женщина разговаривает, что Ефрем Херин сказал. Это надо знать. Без знаний тут просто плыть будешь. Тебя будут обманывать, обходить и ничего не дашь. Дальше. Желаете ей что-то послушать? Ну, ладно, давай, дед. Там кто-то рядом бывает пьяный. Будьте осторожны. Если он сразу предупреждать. Говорю. Я прошу, чтобы вы не ругались, не сквернословили. Договорились или нет? А я не буду. Вы записывайте, что говорю. Повторяю, это необходимо. У меня уже больше ста роликов, а мы приехали один месяц, одна неделя. И больше ста роликов. Считайте, в среднем по три ролика каждый день в этой рулетке. Теперь, которую рулетку основал этот пацан, 15-летний двоечник, Андрей звать. А о нем всегда молиться. Чтобы Господь не дал ему погибнуть. Как бы не он, мы бы здесь не могли быть. Определенно. Андрей Терновский. Терния. Это я для вас говорю. Дальше. С этим человеком, который сейчас у меня на экране, я ему начинаю рассказывать. Для чего ты сюда пришел, дед? Я ему говорю, для чего пришли. Что это Садом и Гаморра. Все блудное, скверное, дикое, безумное собралось здесь. И это благодаря этой рулетке. И она выгодна государству, что эти люди митинговать не будут. Они одурманены запахом. Ну и сразу даем статистику. 50% примерно голые. Ой, мужчина соскакивает, показывает, что у него трусы есть. Ну. А что, жарко? Ну. Что же разжарило-то вас так? Ну, тоже надо знать, что сказать. Однако я им говорю, вы одетесь прилично. Раньше обычно, если человек схватывался кому-то, а вы за этим пришли. А они надевали даже бывшие звания какие-то там, эпалеты. Смотри, какой я богатый. Покажет карманы там какие-то. А у вас ничего нету. Ниже пояса все хозяйство. О, смеются. Ну, тут надо что сказать. Если мусульман несколько, я говорю, а вы зачем здесь познакомиться, поговорить? Я говорю, что знакомиться? У тебя дома четыре жены разрешено иметь. И за каждую колым платить надо. А тут 44, все даром и голые. И вы южные жеребцы на наших северных кобылах пашите. Ха-ха-ха. Хохочет сидят. Ладно. Дальше начинаем с ним разговаривать. Вы желаете узнать, что ждет человека, который поступает так, как здесь? Женщины трясут там сиськами своими. И проще их в рамки взять сразу. Материться будут. Этот ролик пропащий. Или вырезать, где матерились. А я вырезать не умел. У меня ролик бывает минут 15. Беседуем. А там кто-то зашел, заматерился. У меня ролик пропал. Я сразу выключаю его. Заранее предупреждайте, чтобы ни одного скверного слова не было. Но уже опыт такой есть. Я гляжу, он приближается к наполнению. Язык говорит то, что не вмещается внутри, говорит Златоуст. Язык – это лопата, которая выбрасывает от избытка. Сердце говорят «уста». Это евангельское слово. Я вижу, он уже начинает у него это... Ну, дым пошел изо рта. Я сразу отключаю у себя и стараюсь прощаться. Вы будете сейчас материться. Он не может удержаться. Уже буквально секунду-две он начинает гнуть. Вовремя ушел, ролик сохранил. Если только он терпеливый, бывает так, что что-то у него есть. Хорошие попадаются такие. Примерно 85% мусульман. Примерно 85-90%. Это как я имею. На тысячу встреч могу сделать уже эту процентную выкладку. Для чего человек рождается? Я ему показываю Библию. Это не это, у нас другая книга. Вот надо иметь с собой, достать русский томик. Вот такой вот. О! Он сразу вот показывает. Вот. Я говорю, считай. Что написано? Примерно на 250 человек ни один не мог прочитать. Я говорю, вы такие же тупые, как и мы. Тоже стоят, как столбушки. Церковь на славянский язык. А вы на арабском. Купи на русском. О, мне это там. Я говорю, скажи, ты знаешь содержание своей книги? Ты не знаешь. У вас тоже не одобряется сквернословие. У вас не одобряется воровство. И, конечно, я им говорю всегда. Вот хорошо, что вы умеете женщин сохранять. Но вы зайдите на наш ресурс, и вы увидите, у нас одеваются как мусульманки. Это я уже не знаю. Скажу ему, чтобы ему и приятно было, и справедливо это. Дальше уже начинается беседа. Мы пришли сюда для того, чтобы возвестить о радостной вести. Иисус Христос сошел с неба, воплотился через Деву Марию, пришел и умер за нас. И воскрес для нашего оправдания. И теперь ждет людей с покаянием. Ибо кающийся прощается, если обещается никогда не повторять прежнего и жить в Боге. Вот это кратко успеть сказать. Он начнет куда-то. А где ты находишься? Обычно. Откуда ты, дед? Откуда? Я, как всегда, отвечаю. С кухни. С кухни пришел. Ну, не это я спрашиваю. Я говорю, умею спрашивать правильно. Хорошо говорит по-русски, а выражается не точно. Вы хотите сказать, где я? Слушайте внимательно. Я нахожусь в Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Таких паспортных данных вам хватает? Они сразу улыбаются. Одно говорит, ну меня Рамиль звать. Сража откликается. Я уже не прошу. Но когда по-хорошему расстаемся, я всегда спрашиваю всех, как имя. Если знаю перевод, у меня календарь, я смотрю, ему говорю, будь достоин. И кто тебе это дал? Вы наши ролики смотрите. Если бывает русский такой, я не признаю ничего, то другое. Я ему говорю, а какой год идет сейчас? Он не может выговорить. 2019. А первый год отчего был? Тоже понять не может. Мозги совершенно сбекренены. От рождения Иисуса Христа. Я говорю, а сегодня какой день? Ну, воскресенье. В воскрес корень, эн, субфикс и окончание. Кто воскрес? На мировом кладбище спрашиваем. Ленин здесь. Наполеон здесь. Христос. Его нет здесь. Он воскрес, нам покойники отвечают. Понимаете, нет? В Библии это единственная книга, которая пророчествует о будущих судьбах мира. Ни в одной книге мира этого нет. Ты должен знать пророчество. Ну, а у нас написано, последний пророк придет. У вас тоже где-то написано. Ни где-то. А второзаконие 18.5. Запиши. Они ссылаются на это. Второзаконие. Моисей говорит. Воздвигнет Господь вам пророка, как меня из среды вас. Его слушайте. Они это применяют к своему. Да нет. Нет. Теперь что самое главное скажете? А вы знаете, я говорю, дьявол как покушается на души? Ну, я вам скажу. Больше всего дьявол боится Христа. Это он в своем интервью дает. И интервью с дьяволом. Подсказать, чтобы посмотрели. Вот как. Евреи боялись. Ибо этот человек, когда был жил, говорил, что я в третий день воскресну. И будет последний обман хуже первого. И они дали денег воинам. И молва эта пронеслась, что его украли. Но евреи не говорили, что он не умирал. Потому что у них руки. Кровь его на нас, на детях наших. Руки еще были в крови. Этот фокус не удался. 2 миллиарда 200 миллионов христиан сегодня. Сегодня дьявол приходит и говорит. А он не умирал. Его просто Бог взял на небо, а потом придет и убьет Антихриста. А если он не пришел, мы во грехах, и мы умираем в грехах, и идем в преисподнюю. А это у них написано. Я нередко спрашиваю. Вы эту книгу признаете? Да, эта книга священная скажет. Правильно, правильно. Повтори. Правильно. Теперь ничего не опровергайте. Я ваши книги не трогаю, и вы на моей не топчитесь. Слушайте внимательно. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий, неверующий в Сына. Не увидит жизнь, но где Божий пребывает на нем. А у них как раз написано, что он не умер. Так у нас так. Как есть, так и верь. Но вы на 600 лет пришли позже. Нужно знать, когда умер их руководитель. В 632 году. Они ни один мне этого не сказали. Это очень важный момент, когда с ними разговариваешь. В 632 году. Я говорю, вы видели оружие в книге где-нибудь? Или у вас говорится, что Иисус воевал там, махал мечом? Нет. Он даже Петру говорит, положи меч твоим ножом. Кто возьмет меч, от меча погибнет. Так, так. Теперь ваш руководитель воевал или нет? Воевал. Сколько? Один говорит, ну пять раз. Я говорю, не пять, а 72 битвы провел он. Запомни это. 72. Пиши, потом поплывешь. Это очень важно им сказать. И из них только две были оборонительного характера. Две. А остальное грабили караваны. Караваны грабили. И кто не принимал новую религию, тому резали голову. Но справедливо делили между собой награбленное. Вот как. Там у него битва одна была такая. Сильное племя пошло. И чтобы воины не разбегались, он сказал, брать с собой жен. Брать детей. Брать верблюдов. Все с собой. Тогда будете рядом стоять. Видите, будете защищать. Но было поражение. И сразу все это хлынуло в ту сторону. И он делил их. Вот все как есть. Друга убила. Друга убила. Жена одна осталась. И он ее берет в себе. Вторая жена появилась. Убили третьего. Берет третью. Четвертую. Ну дальше, если бы он жил дальше, может и 44 было бы. Это они знают. Но только 4 и сам умер. Если по-мерзки, то молодец. Жена под присмотром. Детей он берет на свое попечение. Значит, работать будет здорово. Но я говорю, то, что у вас считается здорово, у нас считается развратом. Из человека, даже имеющий две живых жены, его даже в храм пускать не будут. Как поганец. У нас планка поднята на другую высоту. Это приходится сказать. Но, в общем, я послан проповедовать Евангелие всей твари. Не опровергать другие книги. Но проповедуя Евангелие, я опровергаю все книги, какие есть на земле. Иоанн Златоус говорит, в римском Патионе было 500 божеств по названию. А в действительности ни одного. И первые христиане на аренах поднимали перст. Христос Рыгна. Иисус царствует. Один. В Алтыре написано, Господь царствует. И они победили все 500 божеств, исчезли. А один остался. Он не Бог. Евангелие говорит, что Бог. А где написано? Вначале было слово. Слово было у Бога. И слово было Бог. Запомнить. Где Иоанна? Первая глава, первый стих. И очень важно. Иоанна, 10 глава, 30 стих. Я и Отец одно. Дальше. Что говорили об этом святые апостолы-то? Они не очень к этому внимают. Но раз они признали. Я сейчас немножко захвачу туда. Раз признали. Выйти из оперы. Мне не надо выходить. Табличка. Такая вышла. А как? Крестик нажмите. Или отмена. Да. Мне надо вот здесь вот сейчас зайти. Коротко. Сейчас я вам покажу. Какие места надо знать. Где сказать. Сразу их себе запишите. Так, сейчас я. Так, минутку. Слушайте внимательно. Записывайте. Это вам очень сгодится. Места писания. Сделайте закладки. Что быстро искать. Римлянам 9.5. Их отцы. Их Христос по плоти. Запитая. Сущий над всем Бог. Благословен веке. Аминь. Говорит. Это Троица. Бог единый. Мы единобожники. Но Бог в трех лицах. Они этого не знают. Ну, Иоанна 1. Глава 1 стих. Вначале было слово. Дальше. 1 Иоанна 5.7. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец. Слово. И Святой Дух. И сии три суть едина. Это у Троица. Учение о Троице. Самое четкое именно здесь. И 1 Тимофею 3.16. И беспрекословно великое благочестие тайно. То есть тайно открывается, кто благочестиво живет. Какое? Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Не сотоварищи, как они говорят там. У него сыновей нету. Бог. А кто он? Сын Божий или Бог, или человек. Он и человек был. И Сын Божий и Бог. Он Бог и человек. Как человек он сказал. Я не знаю, когда кончина мира. А как Бог он знает. Как человек он говорит. Да минует меня щаше сия. А как Бог говорит. Да будет воля твоя. Так. Во плоти оправдал себя в Духе. Показал себя ангелом. Проповедовал в народах. Принят веры в мире. И вознесся во славе. Вот это что? Это то, что нужно знать. И теперь я еще зачитываю. У нас есть пророчество. Им говорю. Пророчество. За 750 примерно лет. 700 лет. Исайя говорит. 7 глава 14 стих. 7.14. Все древа в очреве примет и родит сына. И нарекуют имя Иммануил. Что значит с нами Бог. С нами Бог. Это пророчество уже об этом говорило. Ну и конечно 53 главу. Исайя мы должны очень хорошо знать. Он был изязан за грехи наши. Мучим за беззаконие наши. Какой пророк? Нигде таких не было. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Евреи обычно говорят. Не будем об этом говорить. Слишком ясно сказано. Это не просто политический деятель. Не просто пророк. Хотя он и пророк. А это сын Божий. Это безначальный и бесконечный. Ему начала нету. Он не творец. Это не творение. Он творец. У Иисуса нет начала. Нету. В разум человеческий не вмещается. Или ты веришь, или не веришь. Ну и все. До конца, как правило, не могут дослушать. Но достаточно. Ну а если желает, тогда на наши ресурсы показывайте. Прямо выводите. А наши ресурсы я вам просто скидывать можно здесь. Мы сегодня это делали уже с одним. Он не уходи никуда. Сейчас я сворачиваю. Ну и знаете наши, которые... Если у вас нету, я могу сюда его кинуть. Выходите на сайт. Можете указать на меня. Или на себя, и тогда скидывать то, что у нас есть. Все ресурсы. Вот так. Вот у нас еще прошло. Долго, много. Ну по-другому никак. Можем до полчаса. Еще час, чтобы был в наших руках. Все, пока. Расходимся? Помолимся. Помолимся. Так. Господи. Мы просим Твоего благоскловения. Милосердный Создатель. Осияй над Духом Твоим Святым. И сам руководи нами. Покажи. Сам себя. Да по имя Твое Святое светилось во всех народах. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так. Кто выключает или как? А потом соберемся опять. Аминь. И сразу же я буду готовить, отсылать Вячеславу. Все. Выключаемся и через час собираемся. Через час собираемся. Зачем вы это делаете? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А вы сейчас больно не что ли? Я верю в Бога. А танцы это есть утонченный разврат. А почему она старается? Ухлечените, что? Плохо слышно. Я верю в Иисуса Христа, Который умер за грехи ваши и ждет вас к покаянию. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Не блудите, не прелюбодействуйте. Нет, вы подождите, вы верите в кого? В Иисуса Христа, распятого и воскресшего. А Иисус Христос кто такой? Иисус Христос, Сын Божий, Бог явился во плоти, обитал с нами, проповедовал, да. Покайтесь, минутку подождать, минуточку, секунду, я так принесу вас. А как тогда Богу зовут? У него много имен. У Бога много имен? У Бога много имен? Да. У него одно имя. Перевод Нового Мира? Нет, нужно вот иметь синодальный перевод. Вот у меня синодальный перевод. Новый Мир. Кто переводил, авторы, назовите. Имя Бога и Иегова. Это в синодальном переводе написано. Семь раз, сущий, мы молимся. Отче наш, сущий на небеса. Доцветится имя твое. Иисус Христос так учил учеников своих. Нет, я вас не предвала. Но если бы у него семь имен, как вы говорите, а у вас сколько тогда имен? У вас как это звать? Ну я же не Бог. Ну что ли не Богу-то науку? Меня называют Сергей, меня называют Сергей Павлович, меня называют Павлович, меня по-разному называют. У меня есть имя, фамилия и отчество. Уже три. Имя, фамилия и отчество. Три уже, понимаете, имени. Я вообще не понимаю, зачем вот это вот. Если три на отчество есть, то если у Бога есть имя. Ну, и у Бога есть имя. И Иегова, сущий, он переводится по-русски. Ну вот, вот сам же сказал. Вот вы сказали Иегова. А это какая-то спят. А Иисус тогда кто? А Иисус кто это? Сын Бога. Кто? Сын Бога? Иисус Христос, а кто Он? Ну, так Он и Бог есть. Он говорит, я и Отец одно. Это Бог, пришедший во плоти. Бог, пришедший во плоти. Он называется Сын Божий и Сын Человеческий. Он одновременно. Вы не можете понять. А Бог может умереть? Бог может умереть? А почему тогда Иисус умер? Говорит, если Бог, Бог. А почему Он умер тогда? Он воскрес. Вы верите, что Он воскрес? А это действительно как? Ну, а его распяли, его не на столбе повешали. У вас ложное учение это. Написано распят. На кресте. На кресте. Вот. Вот, видите, крест вот такой вот. Его распяли на кресте, не на столбе. Вас обманывают. Я понимаю. Я не хочу сказать, если вы, если берем все Бога, как можно, если противень уже, защищем, что ты. Вы понимаете, распяется. Ну, как оно может быть опять? Сразу бы вот эти вот. Ну, ну, как же бы, блядь, разорвалась на ногах? Вы сами подумайте. Вы сами, это, я не знаю, как вы. Вы же такие, это, вот такие верующие, ученые. Ну, вы сами, как вы, просчитайте, на себе может человек и здесь вот так вот. У жилоков, у человека любые. Как бы не было. Ну, у вас, вот, в вашей книге, открывайте, Евангелие от Матфея, 20 глава, 19 стих. От Матфея, 20 глава, 19 стих. Матфея какой? 20 глава, 19 стих. Матфея, это, Матфея, это, Матфея, 20 глава, 20 глава, 20 стих, Матфея. Я читаю. Читай, читай. Так, Матфея, 20 глава, 19 стих. Да, да, читай, читай, читай. И отдадут людям, чтобы, чтобы те насмекались над ним, били не до встречи, и все с ним не было. На столбе, на третий день, Матфея. Теперь я тут. На столбе. А на третий день. А кто это перевел на столбе? Ну, это, ну, имена. Имена этих людей кто переводил? У нас синодальный перевод. Вот, три духовные академии. У нас написано, что и придадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскресенье. Про столбе вообще нету, они придумали, там, новую Библию сочинили. Четыре духовные академии переводило. Четыре духовные академии, перевод синодальный. А ваши, ну, имена назовите переводчиков. Вот перевод. Имена людей переводчиков. Вот я скажу, у нас хвольство переводил хвольство. Синодальный перевод, православный перевод, истинный. А у вас даже авторов нету, они скрыли свои имена, потому что ложный перевод. Христос был распят, он не был повешен на насте. Евангелие от Матфея 26.2 Вы знаете, что через два дня Пасха и сын человеческий претен будет на распятие. Он распят, на столбе не можно, невозможно распять, он распят был. Ранами его населились, на кресте. Ну, сами определитесь, посмотрите, я вам покажу вот так вот. Ну, как человек может и здесь, и здесь, и здесь. Есть-то даже вот, полный мозг, порвутся жилы. Ну, вы сами там считайте, подумайте. Ну, а на столбе не порвутся разве, на столбе? На столбе вот так вот, вот так да. Если бы он вот так вот был распят, то здесь и... Да, на столбе невозможно распять, он был распят, вы в это не верите. А распять на столбе не можно, распять можно только на кресте. Вы боитесь креста, как черти ладана. Вы, вас даже еретиками назвать нельзя, христианскими. Вы, у вас ложное учение какое-то. Поверили уже учителям. Вы примите православную веру истинную. А как, ну ладно, даже, допустим, ладно, я вам верю. А как крестите? Рукой во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А как крестите? Ну, я вам только что показал во имя Отца на лоб. Да, тремя перстами. То есть мы верим, что Бог три един. Отец, Сын и Святой Дух. Вот так вот? Да. А что такое теперь? А что такое теперь? Ну, кто такой теперь? Ну, кто меня отвечает? Я плохо вас слышу. Кто такой Иисус Христос? Кто такой Святой Дух? Кто такой Святой Дух? Это третье лицо Святой Троицы. Это вообще движущее? Нет, нет. Вы его не знаете, правда. Как в слабом году? А, почему в мире так в слабом году? Почему в мире так много было? Потому что люди не хотели познать истинного Бога. Дьявол, падший ангел, который позавидовал Уиду. В 1914 года татана и его демоны были сброшены на землю. И после того сразу татана начал садить людей от Бога. Да, от истинного Бога этим вы занимаетесь. Новый всемирный перевод у вас издал. Неправильный перевод. Смотри про Духа Святого ты говоришь. Это движущая сила Божия. Евангелие от Иоанна 15.26. Открывай. Какая? Евангелие от Иоанна 15.26. У тебя вот такая Библия в доме есть нормальная, не новый перевод, а синодальная, православная. А как вы так молитесь? Если вы не битьте, вот так вы молитесь. Почему? Я по-русски молюсь. Переведено уже все. В каком году Библия переведена была на русский язык, вы знаете? Ну нет, но вы мне абсолютно. Переведена была в 1876 году. Ты сейчас, запишите, в 1876 году была переведена на русский язык, православными людьми. А когда, а когда здесь Иисус Христос? Давай, Иоанна 15.26 про Духа Святого разберем. Так, сейчас. Ты говоришь, что Иисус Христос это движущая сила Божия. Сила может ходить. Ты мне скажи, сила может ходить? Ходить. А как, не может безусловно? Ну вот у тебя сила есть, она сама по себе ходить может? Без тебя? Не может. Ну. Так вот, Иоанн Глядана 15.26. Открывай, дорогой мой. Я? 15.26. Все это читай, да? Когда придет конвертный, который я пошлю вам от Отца, Дух Иисус настоящий, ходячий от Отца, он будет свидетельствовать от Отца. Вот смотри, написано, Дух Святый придет. А ты говоришь, Дух Святой это сила. Как он придет? Написано, придет. А сила ходить не может. Значит, это третье лицо Троицы. Это Бог есть. Понимаешь? А вас обманывают. Говорят, что это не Бог. А как же не Бог? А сейчас кто на земле? Дух Святой руководит людьми. Мам, я приду после занятий полу 8. Сейчас занят. Ну да, раньше начались. Понял, дорогой? Поэтому Дух Святой, если написано, придет, то это третье лицо Святой Троицы. И Христос, когда учил, как он говорит, крестите их. В кого? В Иегову? Нет. В Отца и Сына и Святого Духа. Ну это он так говорил. Так он что, лгал что ли? А если Духа Святого нет, тогда зачем Него крестить? Если это просто сила Божия. Ну, Дух Святой, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да. Он же не сказал во имя Отца и Сына и движущей силы. А Дух... Хорошо, Дух Святой. Ну, Дух Святой-то. Он от Отца и Сына исходит. А в каком году родился Иисус Христос? Да в первом он родился. 2019 лет назад. А умер в каком? В 33-м. Нет, а умер именно в каком году? Или в каком-то? Или в каком-то? И присугали. Умер в каком-то, в каком-то. Иисус Христос? Ну, в 33 года он... Ну, он 33 года жил. А сколько лет он крестился? Крестился? В 30 лет. В 30 лет. И сегодня в священнике нельзя раньше 30 лет ставить, потому что и Христос не раньше 30 лет крестился. Что-то... Тебя плохо видно камеру... А кто? Его крестил Иоанн Креститель. Но вы же знаете это. Зачем вы это вопрос задаете? А из-за чего Адама и Ева покинули этим тихом? Адама и Ева покинули рай? Из-за чего? Да. Они не покинули, Господь их изгнал за грех оттуда. Они послушали дьявола. А дьявол в лице, в лице змея. Я уважаю, вы вообще молодец. Но только то, что мы свидетели тоже Егрова. Вы не думаете, что православные, они все темные люди. Среди православных тоже есть очень образованные люди. Ролики Андрея Ткачева, посмотрите. А свидетели Егрова, они исследователи Библии. Но они смотрят в книгу-то, как говорят, видят такое-что другое. И у вас этот перевод неверный. Иисус Христос, Сын Божий и Бог одновременно, пришедший во плоти, сущий над всем Бог. Но мы же не говорим, что Иисус Христос Бог. Правильно, у Бога есть имя, так же, как у вас есть имя. Правильно? Ну, хорошо. Сын Божий может лгать? Нет. Нет. Вот Иисус Христос сказал, я и Отец одно. Он солгал? Нет. Значит, а раз они одно, как вот тогда, если он не солгал? Он говорит, ученики спрашивали, когда, покажи нам отца, покажи нам отца. Он говорит, как вы просите показать нам отца, когда я с вами, видящий меня, видел и отца. Вы что, это не читали, что ли? Он всегда намекал им, что я и Отец одно. Он им не говорил открыто. Он говорил открыто, что у меня один обед. Так, давайте, если вы все знаете, давайте, я вам, давайте вопрос. Что такое Иисус Христос? Где оно записано, его имя? Что такое Иисус Христос? И где оно записано, его имя? Ну, вы в Библии. Вы вот эту вот книгу признаете, вот, Библию? Синодальный перевод, или нет? Давайте с этого начнем. Я не знаю, Синодальный перевод, он у нас трудный. А чем он трудный-то? Тем, что там написано, что Христос был распят на кресте, а у вас написано распят на столбе, так у вас неправильно перевели, у вас искажали под свое учение, под ложное учение, неправославное. Поэтому вы задаете вопросы заранее, уже не веря мне, что я буду вам отвечать, а вы мне не верите. Вы же верите в свою Библию, а у меня своя Библия. Я говорю, что нашу Библию переводили 4 духовные академии, там такие профессора, а вы даже авторов не можете назвать. Почему я должен вам верить-то? А какого века началось исчисление? Еще раз. Какого века началось исчисление? Исчисление чего? Ну, от Рождества Иисуса Христа мы же сейчас у нас год, 2019 год, от Рождества Христова. Если вы не верите, что Христос Бог, тогда почему от его исчисления-то идет, если он простой человек, Сын Божий? Ну, ты не веришь, что Иисус Христос Бог, да? Не веришь? Не веришь, правда? Не веришь, смотри. Вот, ты говоришь, но ты утверждаешь, что он Сын Божий, так? Да. Ну, вот смотри, он Сын Божий, но не Бог. Так, да? Да. Ну, вот, Сын Медведя, он кто? Сын Медведя? Да. Вы это все? Ну, отвечай, вот, Сын Медведя, это же Медведь. Правильно я рассуждаю? Или он не Медведь? Нет. Не Медведь? А кто он? Олень? Он Сын Божий. Я сейчас про Медведя, но он Сын Божий, Бог. Если он Сын Божий, но Сын Человеческий он человек, Сын Медведя, Медведь, Сын Божий, Бог. А как? Он и говорил, что я от Бога и шел. А вы в него-то не верили, что он Бог, пришедший во плоти. Вот, давайте. Не может быть Иисус одновременно и Сыном, и Богом. Может. Первое Тимофею 3.16, открывай. И Сын Бога, и Человек, и Бог одновременно. Как он может быть Богом и Человеком одновременно? Потому что так написано. Зачем он пришел на землю? Вы-то сами подумайте, что вы говорите. Иисус, и Иисус, и Иисус, и Он Сын Бога. Вот зачем он пришел на землю? Их там не перейти. Когда мы придатили жертву нашу, придатили жертву. А он-то принес жертву. Сейчас он что, жертву принес? Что ли? Сам себя Бог принес жертву. Ну ты что говоришь-то? Имя Его Любовь. Ладно, все, давайте. Ну, первое Тимофею 3.16, давайте еще откроем последний раз. О, я открыл. Читай. Давай. Да, священная тайна преданности Богу, он сомненно велика. Он был явлен в плоти, объявлен неправильным в духе, предстал перед ангелами, проповедан среди народов, верой принят в мире, взят в твари. Вот написано, Бог был явлен в плоти. Бог. А какой Бог? Бог. Бог был явлен в плоти. То есть это Бог во плоти пришел. Бог, это имя Ему Иисус Христос. Вы в это не верите, почему? Бог явился во плоти. Он превратился, Бог Отец Иегова превратился в человека. И он поэтому называется Иисус Христос. Он одновременно был и на небе, и на земле. Он Бог. Как он мог представить человека, чтобы он дух? Явова видели? Что там увидели? Нет, не видел. Ну, а Бог увидели? Нет. Нет. Он же такой же дух. Дух. Понимаете? Дух, но не человек. Как и портить его превратиться в духа? В человека. Иисуса, как он ловится? Если бы я умерла, и мой сын будет... Ну, к ним... Ну, смотри, как... Вот смотри, Господь создал человека по образу и подобию своему. Из чего он его создал? По кухне твоему, конечно, он создал сына. Да. Из чего? Из земли. Правильно? Из праха земного. И вдунул у него душу, и душа стала живая. То есть земля и живая. Земля мертвая, но пока дух не вдунет, так и все. Так и Иисус Христос. Я вообще ничего не понимаю. Это вообще какая-то... Вот священник вроде бы. Я не священник. Вы просто не можете понять. Вы не хотите... Вы приняли вот это ложное учение, которое не можете понять, что одновременно Бог может превратиться. Он же и в терновом кусте говорил. Бог. С Авраамом. Вспомните. Он и в трех лицах, в трех ангелах являлся. Он Бог. Он может... Он через пророков говорил, через нас лицу говорил. И в последние времена он говорил через Иисуса Христа. Иисайя 53 глава. Пророчество было, что... Ну вот еще раз. 1 Тимофея 3,16. И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился воплоти. Бог явился воплоти. Вы только что прочитали это. Да не мог. Бог не мог. Так так написано, понимаешь. Вы не веришь. Как не мог-то? Если Он явился. Если Он не явился, и не умер, и не воскрес. Как? И воплотился. Что значит Бог воплотился? То есть, Его никто до этого не видел. Но Иисус Христос, Сын Божий, Он явил. Показал Себя. Да даже в Вашем новом переводе написано, Бог явился воплоти. Бог. Не Сын Божий явился воплоти, а Бог. Сам Бог. Дорогие мои, Сам Бог явился воплоти. Вы только что прочитали. Это 1 Тимофея 3,16. У Вас в доме есть такая книга? Нет. Ее можно достать. Если церковь есть, можете купить. Это самая мудрая, самая старинная, самая вечная книга, которая отвечает, для чего человек родился. Чтобы узнать Бога, жить для Бога, уверовать, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Потому что за смертью не кончина, там начинается новая жизнь. И это мы сейчас все себе определяем. Вот если у Вас какие вопросы есть, можете задать. О душе, о вечности. Да, мы не знаем. Иисус умер за наши грехи. И теперь определяется наша будущность его жертвой. Он взял на себя грехи всего мира. И кто кается, он прощает. Наше обещание должно быть на прежнюю греховную жизнь. Мы уже не возвращаемся. Он дает новое рождение. Духовное. Чтобы человек верующий принял крещение, ходил в храм на исповедь к священнику. Им дана власть разрешить нас от грехов. Вот если желаете все узнать, можете задавать вопросы. Спасибо. Я этим не интересуюсь. У Вас далеко от Вас храм-то? Я не христианка. А Вы ходите в церковь? Нет. Не ходите? А почему? Болеете? Нет, я не верующая. Не верующая. А как это понимать, не верующая? То есть, Вы сами по себе создали землю, сами солнце, создали тело, свои глаза, уши. Да. Хотите поговорить о религии? Нет, я о религии не говорю. Я хочу о Христе рассказать. О том, что Господь воплотился и сошел ради наших грехов и умер на кресте. Об этом. А религия это мне не интересует. То есть, то есть, то есть, этим Вы хотите сказать, что Вы освобождены, ответственность на Вас нету и совершай грехи, как Ты хочешь. Нет. Все равно Иисус на Себя взял. Нет. Нет, конечно. Он заплатил за наши грехи. Тогда смысл тогда смысл тогда смысл их воплощать и брать на себя, если Вы все равно совершаете эти грехи. Почему совершаем? Мы приняли крещение и искуплены Его кровью. В водах крещения мы... То есть, то есть, Вы безгрешны даже за Иисусом Христом. Вы не даете договорить почему-то. Как бы так это некрасиво. Начинаю говорить и почему безгрешны? Кто говорит... Написано, что если кто говорит безгрешный, тот просто пустослов. Грехи есть, но сознательных грехов нету. То есть, сознательные грехи мы уже не творим. Христиане, Господь, Духом своим святым человека просвещает. Как не творите. Вы только что мне указали на то, что я перебиваю Вас. Это разве не грех? Ваш. Да, но Вы указываете мне таким образом указывают на то, что Вы будете позволить себе указать другому человеку на его грех. Конечно, могу. Они лучше к этому проявить терпение, они лучше ли к этому проявить терпение и указать через педагогику воспитательную характеристику человеку, что так нельзя делать, а не прямо указывать вот ты меня перебиваешь. разве это не грех с осознанным? Не грех, конечно. Какой грех тогда? Значит, вы плохо в психологии разбираетесь, то есть, не разбираетесь в том, что Иисус Христос хотел донести до человека. Какой это грех тогда, если это грех? Назовите его название. Когда вы как человек, будучи слабым и будучи грешным, в любом виде, в любом виде, большой размером небеса, даете себе право указать другому человеку на то, что он не важно, на то, что он и так далее, и тому подобное, то в этом случае есть несколько черт характеристик, которые можно применить человеку. Или он невежда, или он нетерпимо относится к людям, или он считает, что он знает больше и так далее, и так далее, это их много, перечислять не буду. В этом случае, как донес это, в частности, Иисус Христос, которого я считаю посланником Господа, а не Богом имени Его Сыном, он не хотел донести до людей, как и все другие посланники, что люди должны быть терпены к другим людям, в общем, смысл его послания. А в этом заключается и в частности, если вы хотите указать человеку на его какие-то негативные дела, будь это грехи, или осознанные, или неосознанные, то надо это сделать педагогично, то есть, чтобы человек принял ваше мировоззрение. В другом случае вы не можете этого сделать, потому что нет другого метода, кроме метода донести для людей через сердце. Не согласны со мной? В Евангелии от Луки 12 глава 51 стих говорит Господь. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двоих и двое против троих. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей, невестка против свекрови своей. Что касается святости, все христиане названы святыми. Мы читаем это у Петра, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас, то есть Иисуса Христа, из тьмы в чудный свет свой. Вот я, собственно, вам это и хотел только сказать. Мы вас призываем выйти из этой тьмы, принять... Меня не надо призывать, я вас... Вы, если считаете я вас о другом спросил, я вас о другом спросил, ваше невижество, которое вы обвиняете других людей, вы проявили сами, поэтому я вас спрашиваю, почему вы так делаете, если вы поставили для себя задачу прикрывать людей к своему мировоззрению? Вы можете на этот вопрос ответить? Ну, только вы перебили, я вам сказал, вы перебили, больше я вам характеристики не давал, никакие. Вы перебили, вы не имеете права, будучи, вы не имеете... Все, все исчерпано. Если вы не приняли, не приняли. Я поведу свое мировоззрение, вы не имеете права это людям ставить поперек его глаз или носа, или как хотите называть это. Вас как зовут? Меня Вячеслав зовут, я голос за вами. Нешо. Вы верующий? Нет. У вас в доме такая книга есть? Есть. А вы можете показать ее? Это на шкафу. А покажите. Потому что все обманывают, говорят есть, а на самом деле нету. Сейчас, может, здесь. художественная только. Значит, нету. Она должна быть настольной книгой. Это книга жизни. Это единственная книга в мире, которая пророчески говорит, как будут развиваться политические события в мире. Что ждет человека за гробом? Как надо жить? Самые главные вопросы она отвечает нам, потому что она написана святыми людьми, движимым и Духом Святым. Разве Бог и не идти? Обязательно даже. Господь автор Библии, автор, сам Бог. Мы пришли в это место тьмы и мрака, всякой беды, блуда, эта рулетка, чтобы людям сказать, что ждет их за это. Если люди не покаются, они будут гореть с сатаной вместе в огне, в озере огненном, где плащ искрежет зубов бесконечно. Поэтому мы должны сказать, что Иисус умер за грехи людей и воскрес. Если люди покаются в грехах, Он имеет право простить, чтобы мы начали жить новой жизнью в духе святом. Воскрешение Лазаря веруете? Как? Воскрешение Лазаря. Ну, конечно. Четверодневный Лазарь. Это девятая глава Евангелия от Иоанна. Я с вами Александр Александрович. Да. Вы знаете, что? Александр Александрович, как я отношусь к Солженицыну? Да. Тут интересно к слову сказать. Недавно Новый мир журнал написал, что... Попугай, успокойно, наконец-то нормальный собеседник. Ну, продолжайте. Я вас... Нет, я попал в Солженицыну хочу сказать. Да. Новый мир напечатал, говорит, первые главы архипелага ГУЛАГ напечатал Новый мир. Впервые 30 лет назад. И тут же, кажется, в литературной газете опровержение. Это, говорит, неточные сведения. Ровно на 10 лет православный проповедник Игнатий Тихонович Лапкин, это я, наполнил сустранорхипелагом ГУЛАГ. Я насчитал ее на пленке и распространил. Для меня Солженицын не просто кто-то, а человек, который... он и Горбачев разрушили империю зла и лжи. Я первый в стране насчитал. Это в 9 пленок катушек размером 375 метров, звучание 8 часов 20 минут каждый. Так что 60 часов, 60, кажется, 2 часа звучание ее. так медленно, как считаешь, подошел ко мне и сказал, думая меня завербовать, дали мне кличку Ветров, это он, я просто считаю. Я считал тогда имкопресс, это очень редко было, но и по милости Божьей мне пришлось насчитать, это конец 70-х годов, на 50 книг, Библию насчитал вот эту, от корки до корки. Если вы сейчас зайдете в интернет, зарядите архипелагу Лакауди, Лапкин и Игнатий, и вы услышите, как я насчитываю. 50 книг, Златоуса 12 томов, Жития. То есть непосредственно участие в книгу. Да, и меня запрятали. Я прошел 5 тюрем и лагерь, я знаю, что такое ГУЛАГ. Освободился только в 87-м году, 25-го марта, а реабилитирован только 4-го января 91-го года. Так что Солженицын для меня очень близок. И что сегодня о нем пишут, все лгут. Они его шнурка не стоят. Гадости пишут. Да. И когда его... У меня делило это раковый корпус. Это про смерть, а не про... не только про советский смерть. Мы пришли в эту рулетку людям рассказать, что Христос умер за наши грехи. И люди могут начать жить по-другому, если будут каяться. Сходят в храм Божий, как Солженицын ходил. У него дома была своя маленькая церковь. Недавно... А к Леониду Андрееву как относитесь? Недавно в российской газете, учредитель российского правительства, газета номер один, Путин стоит с Натальей Дмитриевной, вдовой Солженицына. Говорят, сколько архипелаг ГУЛАГ в школе преподавать? Она говорит, хотя бы одну книгу, их три книги, три тома. Потому что целиком не потянут, говорит. Его обзорно, да, Обзорно, не углубляясь. Ну, мне приходится, потому что я проповедник, приходится отвечать на все вопросы. Ну, вот, один день Ивана Денисовича был. Ну, это официально было выпущено. Его же на Ленинскую премию выставляли, но тут зарубили. Я и на Ленинскую премию. Да. Вы, если хотите больше узнать, вы два слова запомните. Запишите. Два слова. Игнатий Лапкин. Это мое фамилия, имя. И вы можете по скайпу меня найти, я один с этой фамилией. И я тогда дам вам ресурсы наши. У нас ресурсы огромные просто, их нет таких больше. Вот у меня канал «Во свете Библии» называется. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. В нем 17400 роликов. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Сами дороги восстанавливаем, пруды восстанавливаем. Все за свой счет. Мы хотим показать, что не правителя ругать надо, а самим надо хорошо работать. Разве в ГУЛАГе нехорошо работали? Может, у вас какие-нибудь вопросы есть? У меня вопросы, как вы к Леониду Андрееву относитесь? Ну, какие? А души? Где человек после смерти, о вечности, будущей судьбы мира и нашей страны? Как вы относитесь к Леониду Андрееву? Как говорите? К Леониду Андрееву. К Леониду Андрееву, как к колдуну. Нет, красный смех. Нет, я не про это говорю. А там, где он начинает шрастры, все это метелит, все это глупости. Никто этого не видел. Кто видел, те не расскажут. Они уже там находятся. Вот когда разговаривает Валант с Берлиозом, мастер и Маргарита-то, он говорит, я ему говорил там, с ним беседу, он 200 лет назад умер у него, вот так на него. Так его сослать надо, знает, он говорит, он далек, ассасан туда, говорит, сослать. Интервью с дьяволом. Интервью с дьяволом. 12 минут. Прям настоящий дьявол сидит. Интервью с дьяволом. В лесу обязательно, чтобы выйдет лес, а то там под этим другие там теперь уже подыгрывают. И дьявол отвечает абсолютно правильно про себя. Где он был? Журналист записывает, а ваше происхождение какое? Я проводил компанию, вы сами знаете, занимал высокую должность, но я все правила нарушил. И вот я здесь. То есть его ангелы, Михаил Архангел, сбросили на землю. Там война была на небе. Да. Да. Вы за архипелаг ГУЛАГ? Больше не за... Да. Архипелаг ГУЛАГ Игнатий Лапкин. Вы меня найдете. Сразу. А если откроете во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы зайдете на наш этот, Ютуб, а если... А зайдете, если на сайт, через Гугл, сайт, во свете Библии, Игнатий Лапкин, одинаково. Там мои книги мной насчитаны. Там я отвечаю студентам, я в пяти университетах вел занятия. Отвечаю на 4124 вопроса, 55 папок. И папку ткнул, допустим, семья тебя интересует, или политика. И пойдут одни вопросы. Какой том? Дальше ткнул, вопрос, открывается все, то есть очень сильно составленный. Государственный фильм, она снятая, занявший первое место на международном киноконкурсе. А «Красному колесу» как относитесь? Фильм «Придчувствие» называется. А второй фильм про мою биографию первое место в России занял он. Златоуст из Потеряевки. А расскажите подсаженец, вы не были знакомы? Жизнь? Подсаженец. 14 глава 6 стих Евангелия Тиана. Иисус сказал, «Я есмь, путь, истина и жизнь». Без Бога нет ничего. Нет, про Александра Исаевича. Могу только сказать то, что знаю. Лично я с ним не встречался. Но за архипелагула я отбывал. Так что он мне очень дорог. А «Красное колесо»? Ну, «Красное колесо» я посмотрел. Там она полудокументальная. Поэтому мне фантазия не интересует это. Я ничего не говорю, но просто мне это не надо. А 200 лет вместе? А? 200 лет вместе? О, это вообще отлично. Он там евреев задел, поэтому евреи против него сейчас поднялись. Это евреи его гадят. Конечно. 200 лет вместе. Но я вам скажу, вас как звать-то? Семен. Семен? Это правильно я сказал? Так, минутку. Сейчас посмотрю в календарь. Значение этого имени это еврейское имя. Минуточку. Так. Семен, правильно. Семен – это Симеон. Симеон. Так, Серафим, Сергий, Симеон. Симон – это услышание, а Симеон – тоже услышание. Еврейское слово. Услышание. То есть, вы обращаетесь к Богу, и Бог вас слышит. Какое имя ваше интересное? Услышание. Хорошо запомните его. И будьте, ну, чтобы отвечать на это. Так, меня сейчас уже ждут, я отхожу. Так, Симеон, если только по-настоящему. Вы меня найдете, Игнатий Лапкин, по скайпу, и я вам сдам все ресурсы. Вы такое получите, вам не надо будет библиотеки метелить. Все, с Богом. Отхожу. Вот уже меня зовут. Храни вас, Господь. Праздники есть в Сретене, там старец Симеон Христа на руки взял, когда 40 лет было. Симеон. Он жил 300 с лишним лет. Я журталистом. Все, отошел. Благодарю. Господь Бог, Творец неба и земли, дал человеку свободу. Творец неба и земли.